с тем депутатом, который якобы победили. А вот, когда к нам подходят люди и говорят, дайте нам автомат, дайте вот ту колючую проволоку, в конце концов, давайте в конце концов, может быть, тот 37-й год вернём, я тоже думаю, а может быть, действительно, остаётся 17-й и 37-й, когда мы придём, народ, я имею в виду, когда придёт к власти, неужто вы думаете, что он вам это всё забудет? Неужто мы не найдём те документы, которые подтвердят всё это? Вы, учителя, врачи, студенты, которые принимают за гроши участие в этом, вы не понимаете, что вы приняли участие в уголовном деле? И что это уголовное дело теперь годами будет висеть над вами? Что те, кто вас подтолкну на это, первые вас сдадут, и первые же будут вас потом шантажировать, что вы, они знают, что вы совершили уголовное преступление. И народ, когда придёт, когда я уверен абсолютно, он придёт к власти, вам потом это не забудет. И эти фамилии всплывут. И самое малое, что вас ожидает, это тот позор, который ляжет на вас и на ваших детей. Когда ваши фамилии будут записаны в чёрные списки в учебнике истории нашей страны. И когда ваши дети будут отрекаться от вас и от ваших фамилий. Вот за это вам будет не стыдно? Не будет ли стыдно вам, саратовцы, поколения 2000-х, 2010-х, 2020-х, когда будущее поколение проклянёт нас за то, что мы не смогли сохранить? Вам за это не стыдно? Вот я не хочу, чтобы мне мои дети сказали потом и мои внуки упрёк. Пап, ты не сохранил то, что твои, твой отец и твои деды построили и сохранили.